Известная русскоязычная журналистка 9-го телеканала Ксения Светлова на этой неделе объявила о начале политической карьеры. Имя Ксении Светлова известно не только русскоязычным, но и многим коренным израильтянам. 12 лет она проработала на 9-м телеканале. В газетах «Джерузалимпост» и «Сраиляем» автор множества публикаций в российских и западных СМИ. Преподаватель в еврейском университете. Ксения Светлова начинает новый этап в своей карьере. Сегодня она гость нашей программы. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, Женя. Ксения Светлова, 37 лет. Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики и востоковедения Еврейского университета в Иерусалиме. Имеет степень магистра. С 2002 года обозреватель по арабским вопросам на русскоязычном 9-м канале израильского телевидения. Ксения Светлова – один из самых авторитетных русскоязычных экспертов в Израиле по Ближнему Востоку. Помимо многочисленных репортажей, на ее счету интервью с Ясером Арафатом, лидером Хамаса шейхом Ахмадом Ясином и другими высокопоставленными лицами в палестинской автономии. В качестве специального корреспондента службы новостей 9-го канала Ксения Светлова вела репортажи из горячих точек. Была в Сирии, Ливии, Кувейте, в Ираке, Малайзии, Ливане и других странах. Статьи Ксении Светловой публикуют популярные издания «Вашингтон пост» и «Джерузалим пост». В 2004 году она получила первый приз на евразийском фестивале «Телефорум» за репортаж «Жизнь в пещере». 19 января на пресс-конференции в штабе сионистского лагеря в Тель-Авиве председатель партии «Акнуации пиливни» представила Ксению Светлову в качестве кандидата в депутаты на выборы в КНЕСЭД 20-го созыва. Ксения, ну давай скажем нашим зрителям, что мы давно знакомы, поэтому я позволю себе с тобой говорить на цель. Лет 10, по-моему. Да, много-много лет вместе проработали на 9-м канале. Скажи, пожалуйста, зачем тебе нужна политика, Ксения? Женя, подошло время взять ответственность. Взять ответственность за свою жизнь здесь, за жизнь моих детей. Если я хочу, чтобы в этой стране что-то изменилось, я долго об этом думала, это был непростой шаг, но я приняла это решение. И если ты хочешь, чтобы что-то поменялось, особенно в твоем собственном доме, то тебе придется взять быка за рога и самостоятельно начать действовать для того, чтобы это изменить. Если ты хочешь, чтобы страна была свободной, чтобы она была либеральной, чтобы она была процветающей, чтобы она не превратилась в страну отверженную, в страну изгоя, в страну третьего мира, то придется этим, видимо, заняться самостоятельно. Скажи, цепи ливни лично к тебе обратилась? Как вообще произошел этот союз у тебя с ливней герцогом? Я не знала никого из них, Женя, лично. Как ты понимаешь, моя сфера деятельности была очень далека от Кнесета, и вообще в этом здании я была, ну, была, конечно, в своей жизни немало раз. Но я не думаю, что больше, чем 10-12 раз за все 12 лет работы. Поэтому ко мне обращались не раз из различных политических партий, не только вот в этот предвыборный сезон, но за последние 8 лет несколько подобных предложений. Почему? Потому что ты была звезда русского канала, и все думали, что ты привлечешь русские голоса? Это абсолютно понятно, да, что вот можно там обратиться, и неважно, что этот журналист думает по тем или иным политическим вопросам, какое его собственное мнение, как бы давайте его позовем. И, наверное, это так аттрактивно, да, вот это кресло в Кнесете, что журналист обязательно побежит. То есть искали лицо? Искали лицо. А сейчас тоже ищут лицо? Много раз я отвергала эти предложения. Почему я согласилась на предложения, которые мне сделали из Хагерцога и Цепеливня? Ну, я хочу сказать, что это очень просто. Я никогда не скрывала того, что в этой стране есть много вещей, которые нужно менять, на мой взгляд. Прежде всего, в плане политического процесса. Процесса с палестинцами, процесса примирения со странами региона. То, что предлагают Герцог и Ливни, это отвечает моему мировоззрению. Поэтому, конечно же, я не стала бы взвешивать такие варианты, да, там, с крайней правой стороны, да, то есть Еврейский дом, НДИ, допустим, и так далее. Герцог и Ливни, особенно после того, как они объединились, да, то есть это уверенный центр израильского общества. Это уже давным-давно не левая партия, то есть нужно это понимать. Партии меняются, происходит эволюция, точно так же, как Ликут сегодня, это уже не правая партия, это уже крайне правая партия. Ну да, ну, смотри, у нас есть закон о пропаганде, поэтому я тебе должен предупредить, что... Я объясняю, почему я приняла это решение, потому что я ставлю себя в центре, я ставлю себя в центре, да, то есть, как, я думаю, большинство израильтян, не с крайнего правого фланга, не с левого, а именно в центре. То есть ты ставишь себя в центре, а Герцог и Ливни ставят тебя как русское лицо, они тебе обратились, потому что ты известна на русской улице? Я не иду, наверное, это тоже было одно из соображений, в конце концов, речь идет о политической партии, которая пытается получить как можно больше мандатов. Но я знаю наверняка, потому что беседовала с ними двумя и с политическими советниками о том, что, в общем-то, я израильтянка, я не русская, конечно, да, то есть мы используем вообще такой терм, просто не применяемый. Мы говорим о русскоязычных израильтянах, а не иммигрантах, не дай бог, о русских и так далее, то есть, но, кроме того, я востоковед, я журналист, меня знают не только русскоязычные израильтяне, меня знают также и коренные израильтяне, и израильские арабы, и очень много кто, поэтому, наверное, есть некая такая вот аттрактивность, потому что я олицетворяю собой и Алию с одной стороны, с другой стороны, я преподаю в университете, да, то есть у меня есть академический подход ко многим вопросам, которые будут, конечно же, решаться. В следующем правительстве. То есть тебя будут обижать, если тебе будут говорить, что ты представитель русскоязычных израильтян. В том числе и русскоязычных израильтян, безусловно, потому что, конечно, я не могу сейчас откреститься, сказать о том, что я не принадлежу к общению, безусловно. Ну, понятно, да. Безусловно, я иду именно оттуда. Да, смотри, Ксения, твой поступок, вообще, надо сказать, он вызвал неоднозначную реакцию, журналисты, все люди, которые тебя лично знают, конечно же, пожелали тебе успехов, а вот, например, многие русскоязычные пользователи сайтов израильских, да, написали очень нелестные комментарии, причем я пытался понять, чего больше, хороших или плохих, и ты знаешь, плохих больше комментариев. Ну, например, пишут, она никогда не скрывала своих левых взглядов, теперь она будет защищать арабов, что же ты наделала в грязь лицом, почему клевакам. Это обидно вообще? Ты ожидала такого наплыва, такой негативной реакции? Я вспоминаю первые годы своей журналистской карьеры и чего там только не было, да, то есть там звучали вопросы о том, как вообще я попала на канал. Я сейчас могу, совершенно и тогда рассказывала, и сейчас могу рассказать о том, что я послала тогда свой Крот Хаим, как это было принято, свою биографию творческую, направила ее в редакцию 9-го канала, оттуда мне позвонили, пригласили меня на собеседование, именно так все началось. Но в тот год, 2002 год, когда поднялся в эфир 9-й канал, ты не представляешь себе, какими фонтанами грязи обливали меня и многих моих коллег, которые начинали тогда вместе со мной. Что, из-за твоих взглядов? Нет, не из-за взглядов. А из-за чего? То, что ты занимался арабской тематикой? Из-за того, что я занималась арабской тематикой, вообще из-за того, что я стала журналистом, да, то есть многие считали, что ну а как же так? Почему она? Почему не кто-то другой? Почему не Вася Пупкин? Почему не я? Поэтому этот вопрос всегда будет. Это зависть. Иногда это действительно, ну там есть и проплаченные люди, мы знаем, кто сидит в Фейсбуке, это не только люди, которые нам известны, люди, у которых действительно их имя, это и есть их аккаунт, очень многие люди, которые проплачены другими партиями. Есть такая профессия сегодня, да, проплаченные активисты Фейсбука. Но я хочу сказать, что я не удивилась абсолютно, потому что, ну, во-первых, знаешь, Жень, я не доллар, чтобы всем нравиться, да, то есть кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь, и так и должно быть в демократическом обществе, и никак иначе, да. Да, ну смотри, Ксения, сегодня ты политик, да, сегодня ты политик, политик, да, сегодня ты политик, политик. Но точно так же было и в начале моей другой, очень любимой мной, журналистской карьеры, поэтому за годы жизни... Забудь, забудь про журналистику, все, забыли про... Нет, никогда в жизни, никогда. Забыли. Так, переходим к вопросам. Это любовь навсегда. Политические вопросы. Давай проясним твою позицию как политика. Ты за раздел Иерусалима.